На протяжении нескольких дней новостная лента переполнена сообщениями о конфликте между Израилем и Палестиной. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Обеими сторонами были проведены воздушные и ракетные атаки, обрушившиеся на населенные пункты и причинившие гибель и ранение гражданских лиц. Конфликт между Израилем и Палестиной, имеющий культурные, религиозные, территориальные и геополитические корни продолжаются уже десятилетиями. Его разрешение остается одной из самых противоречивых проблем в мировой политике. Сегодняшний конфликт это результат той сделки, которая была достигнута в 1995 году. По результатам этой сделки возникла национальная палестинская автономия. Тут нужно отметить, что часть арабского населения, она в принципе довольна наличием вот этой автономии и готова каким-то образом договариваться с Израилем, с еврейскими гражданами. Но есть группировка Хамас, которая категорически не хочет ни о чем договариваться. Она занимает радикальную позицию о том, что Палестина это исключительно арабская территория. Возникновение современного конфликта в этом регионе связано с оригинальным решением международного сообщества после Первой мировой войны. В 1917 году Британия издала Белую книгу, в которой обещала помочь в создании еврейского национального дома в Палестине. Однако эта идея не была одобрена всеми, и население региона, включая арабов, не согласилось с этим решением. В то же время еврейские сианистические движения стали активно добиваться реализации своей мечты о создании еврейского государства в исторической земле Израиль. Ситуация осложнилась еще больше после Первой мировой войны и распада Османской империи. В 1947 году Организация Объединенных Наций предложила разделить Палестину на еврейское и арабское государства, но отказ Палестинского арабского комитета и нарастающее насилие, в том числе война между еврейскими и арабскими силами, привели к тому, что Израиль объявил о своей независимости в 1948 году. С тех пор регион пережил множество войн и затяжных конфликтов, каждый из которых усилили напряженность и глубину разногласий. История конфликта уходит своими корнями еще в послевоенные события, когда образовывалось государство Израиль, и когда решался вопрос о том, как должна быть размежевана территория Палестины между евреями и арабами. И в тот период времени вот это размежевание, оно проходило достаточно сложно. Дело в том, что Палестина выступала как подмандатная территория Великобритании, и Великобритания, она вела достаточно такую хитрую гибкую политику, которая позволяла и арабам рассматривать Британию как союзников, и еврейским переселенцам рассматривать Британию как союзников. Несмотря на то, что множество международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, принимали попытки посредничества и урегулирования конфликта, такие условия до сих пор не привели к полному и долгосрочному решению. Израиль продолжает строить поселения на территории, которая населяется палестинскими арабами, а палестинцы, в свою очередь, продолжают сопротивляться оккупации и нарушению своих прав. Кристина Отекина, Фариза Хидаглы, Универньюз.